Посмотрите, какая потрясающая выпечка сегодня у нас получилась. Такую выпечку любят все, как взрослые, так и дети. Готовьте каждый день, радуйте своих родных и близких. Я хочу показать, как она выглядит на срезе. Ну вот, посмотрите, какая красота у нас получилась. Это не только красиво, но и очень вкусно. Я уверена, вам обязательно понравится наш сегодняшний рецепт. Ну, а если вам нравятся подробные пошаговые рецепты, вы подписывайтесь на мой канал. Ну, а мы вместе будем готовить вот такие потрясающие кулинарные шедевры. Поехали! Всем привет! С вами Домашняя Кулинария. Сегодня у нас бесподобный рецепт. Мы сегодня готовим выпечку из слоеного дрожжевого теста. И для этого нам понадобится дрожжевое тесто. Ну, а для начала я в мою миску поливаю 250 миллилитров теплого молока. Если у вас есть термометр, вы можете измерить приблизительно температуру 35-37 градусов. Если нет, просто опустите палец. И температура молока должна быть приблизительно температура нашего тела. А теперь сюда я добавляю 1 чайную ложку с горкой дрожжей и 1 столовую ложку сахара. Это для подпитки дрожжей. А теперь немного все вот так вот перемешаю до растворения сахара. Для рецепта нам понадобится одно яйцо. Желток я отделяю для того, чтобы смазать нашу выпечку. Ну, а белок добавляю в нашу миску. Еще немного перемешаю. Добавляю сюда 80 миллилитров растопленного сливочного масла. Вместо растопленного сливочного масла можно взять растительное. Все вот так перемешаю. И последнее, что нам осталось, это соль и мука. Сначала первую половину муки я добавляю в смесь наших ингредиентов. Все хорошо перемешаю, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Ну, вот, посмотрите, какая однородная масса у нас получилась без комочков. Я добавляю оставшуюся муку. И сюда же мы добавляем пол чайной ложки соли. А теперь я убираю венчик. Ну, а теперь я буду замешивать тесто руками сначала в миске, после чего перейду к замесу теста на столе. На наше количество ингредиентов уходит 3 стакана муки. Стакан 250 миллилитровый. И каждый стакан умещает 160 граммов муки. То есть в наше тесто мы добавили 480 граммов муки. Замешиваем мягкое тесто. Ну, а теперь я переношу тесто на стол и буду вымешивать тесто на столе. Тесто абсолютно не липнет ни к рукам и ни к поверхности стола, так как в нашем рецепте большое количество жира. И наше тесто мы вымешиваем очень быстро, буквально за 2-3 минуты. Ну, вот, посмотрите, какое потрясающее, живое, мягкое и очень приятное на ощупь тесто у нас получилось. Замес теста всего 3 минуты. Оно абсолютно не липнет ни к рукам, ни к поверхности стола, так как в нашем рецепте большое количество жира. Я беру миску, в которую мы вымешиваем тесто, опускаю тесто в миску и покрываю салфеткой. Я ставлю тесто в духовку при включенной лампочке на 30-40 минут. За это время мы приготовим начинку, а также нам сегодня понадобится томатный соус. У меня потрясающие рецепты, я покажу, как я его готовлю. Пока отдыхает тесто, мы приготовим соус. Для этого я в мою сковородку добавляю 3 столовые ложки растительного масла. Я добавляю 2 столовые ложки томатной пасты. Я взяла 1 помидор и должна буду пропустить через блендер. Если у вас маленький помидор, возьмите 2 помидора. Теперь сюда же я добавляю измельченный помидор. И последнее, что нам надо делать, это добавить специи. Сначала я добавляю соль, добавляем по вкусу. У меня сладкая красная паприка. Сюда же я добавляю черный перец. И визитная карточка моего соуса. Я добавляю обязательно сушеный кимьяк. Вот такую вот щедрую столовую ложку, может быть даже чуть больше, я перетираю между ладонями для того, чтобы избавиться от стеблей. И вот эти вот листья добавляем в наш соус. А теперь я все это перемешаю. Ну а теперь я ставлю соус на газовую плиту. Доведем соус до готовности. При термической обработке все специи усиливают свой вкус. И у нас получится очень вкусный соус. Вот так иногда помешивая, мы доводим соус до готовности. Он становится немного густым. После чего отключаем газовую плиту, оставляем соус застыть. И я покажу, что мы делаем дальше. Ну а пока остывает томатный соус, мы натираем на терке сыр. Ну вот столько сыра у нас получилось. И мы берем любую емкость и весь тертый сыр я переношу в мою миску. Я отложу сыр. И последнее, что нам осталось, у меня в качестве начинки докторская колбаса. Вы можете взять любую колбасу. Можете взять сосиски или ветчину, что есть в вашем холодильнике. И вот нарезаем их вот на такие кусочки. Ну вот на такие вот тонкие кусочки я нарезаю всю колбасу. С начинкой я тоже закончила. Тесто отдохнуло. И я перехожу формовать нашу выпечку. Вот, посмотрите, как выглядит наше тесто. Мы закончили готовить начинку. И томатный соус тоже уже остыл. Я переношу тесто на стол. Сделаем легкую обминку и будем делить тесто на 4 равные части. Тесто получилось потрясающе. Вот такой колобок мы закатали. А теперь я делю тесто на 4 равные части. Каждый сектор закатаю в шарик. После чего будем тонко раскатывать. Ну вот, посмотрите, какое шикарное тесто у нас получилось. Хотя мы оставляли его всего на 30 минут. Я закатала 4 шарика. А теперь мы будем их раскатывать. И раскатывать я буду в тонкий пласт. Одновременно сразу 4 слоя. Сначала раскатываем в круг, приблизительно диаметром 20-25 сантиметров. Ну вот так я раскатала 4 круглых пласта. И раскатывать мы будем с помощью крахмала. Вот моя емкость крахмала. Вот так вот обильно посыпаем каждый пласт теста. Вот так вот обильно мы посыпаем крахмалом. И складываем все слои друг на другую. А теперь сначала вот так вот натавливаем. Мы будем раскатывать очень тонко. Обязательно время от времени мы должны проверять наличие крахмала между слоями. Чтобы слои ни в коем случае не слиплись. Потому что если они слипнуты, то отделить их будет очень сложно. Ну вот в такой вот тонкий пласт мы раскатали все 4 слоя. Ну вот посмотрите. Немного встряхиваю для того, чтобы избавиться от лишнего крахмала. Вот так вот складываю и обкладываю. И снова каждый пласт теста немного встряхиваю. Ну вот я постелила первый пласт теста. А также я подготовила немного растительного масла. И вот так вот всю поверхность теста я смажу растительным маслом. Вот так вот сверху закрываем вторым пластом. И сверху снова смазываем маслом. И так все слои теста я складываю друг на другу и между слоями смазываю маслом. Вот такой слоеный пласт у нас получился. Придаем ему форму прямоугольника и начинаем делить его на части. Сначала я делю вот так вот пополам. После чего каждую половину я делю на 3 равные части. И мы получаем 6 слоеных прямоугольных полосок. Ну а теперь первое, что мы делаем равномерно вот так должны будем размазать томатный соус. Ну а сверху томатной пастой я равномерно распределила всю нарезанную колбасу и тертый сыр. И немного сыра мы оставляем для того, чтобы оформить нашу выпечку. Ну а теперь начинаем оформлять. Просто вот так соединяем края. И делаем небольшие защипы для того, чтобы наша начинка не вытекала. И снова соединяем края. Вот такие вот заготовки у нас получились, которые я перекладываю на противень, предварительно смазанный растительным маслом. Ну вот, посмотрите, как выглядят наши заготовки. После того, как мы переложили их на противень, я взяла желток, что мы оставили от нашего рецепта. Его можно смешать с одной столовой ложкой воды или молока. И вот так вот смажем вверх нашей выпечки. Я закончила смазывать желтком наши заготовки. И последнее, что нам осталось, я оставила немного сыра, которым оформляю всю выпечку. Получается красиво и очень вкусно. Я закончила оформлять всю нашу выпечку. Ставлю противень в духовку при температуре 180 градусов на 20-25 минут. Ориентируйтесь по особенностям своей духовки до готовности. И я обязательно покажу, что у нас получилось. Ну вот такая а-ля пицца у нас сегодня получилась. Такую выпечку можно готовить каждый день. Ее никогда не бывает много и от нее никогда не насыщаются. Это очень вкусно. Готовьте, радуйте своих родных и близких. Ну а если вам понравился наш сегодняшний рецепт, вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Обязательно нажимайте на колокольчик и делитесь рецептом в соц. сетях. Всегда ваше, всегда с вами Домашняя Кулинария. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok